Привет, дорогие друзья! С вами снова Дугмама Аня и мои собаки Софи и Эйвен. И сегодня, как мы и обещали, мы пришли на кладбище к их маме Чихуахуамоле. Вот здесь на собачьем кладбище стоит вот такой вот Анубис. Да, Софиша, мамочка твоя тут. Здесь лежит мамочка Софи и Эйвена Чихуахуамоле. Мы принесли им цветочки. Хорошо положила тут цветочки? Аккуратно цветочки положила, мамочки. Надо поправить вот так, чтобы лежали. Софи, это настоящий Анубис. Так, цветочки поправила. Все нормально, мамулечка. Все у тебя тут красиво будет, да? Огонь, Софи. Эйвен, это просто свечка. А, ясно. Вот так вот выглядит небольшое собачье кладбище. У каждой собачки свой камушек, свой хранитель. Здесь стоит Анубис, который провожает их в мир мертвых. И, конечно же, все всегда приходят на это кладбище и помнят собак, которые покинули этот мир. Вот под этим камушком лежит Молли, мама Софи и Эйвена. Молли была очень хорошей собачкой, очень красивой, очень милой и очень послушной. И Эйвен очень похож на свою маму. К сожалению, у нас практически не сохранились никакие видеокадры Молли, потому что я тогда еще не снимала ничего. Конечно же, если бы у меня была возможность, я бы обязательно сняла видео про Молли. Папа Софи и Эйвена сейчас в Америке, поэтому здесь у Софи и Эйвена папы и мамы нет. Мамочка, а мы передаем тебе привет земли на небо. Мы пришли почтить память Молли. Молечка была мраморной чихуахуа, она тоже из Америки, и она родила всего два помета детей за свою жизнь, больше она не рожала, и все дети Молли остались в семье. Мы надеемся, что в скором времени к нам сюда приедет сестра Эйвена по имени Эйва, которая родилась с ним в одном помете. Тишь и благодать здесь в деревне. Мои родители тоже покинули этот мир очень рано, и я очень рано осталась одна, поэтому Софи и Эйвен моя радость в жизни. Такой сильный туман сегодня везде, что ничего вокруг не видно. Вы рады, что пришли к маме на могилку сегодня? Конечно, рады. Мы ее давно не видели. Кот там идет. Кот идет. И пока были в Таиланде, она умерла. Мы любим тебя, мамочка Молечка. Да, мы любим тебя. Спасибо, что ты нас родила, и мы живем. Спасибо тебе, мамочка Молечка. Маленький к нам пришел. Спасибо тебе, Молечка, что ты родила двух замечательных, прекрасных моих любимых деток. Конечно же, это всегда очень грустно, когда собака покидает этот мир, особенно если это ваша собака. Многие хозяева, они тяжело очень приносят такой стресс. Я сама не была в такой ситуации, потому что Эйвен и Софи мои первые собаки, и пока с ними все хорошо, и я очень этому рада и благодарна вселенной. И Молли была очень мне родна, и я тоже тяжело переживала ее смерть. Но мы должны понимать, что смерть неизбежна. Мы все умрем, не только наши собаки, но и мы тоже, и кто-то будет плакать. Поэтому нужно ловить каждый момент этой жизни, радоваться каждой секунде, которая нам дана, наслаждаться каждой минутой со своей собакой, любить ее. И я советую всем, кто потерял собаку, кто очень сильно переживает, огорчается и долго несет эту тяжелую груз с собой, отпустите, перестаньте печалиться и переживать. Это не говорит о том, что вам нужно забыть про свою собаку, не помнить ее и не любить ее. Сердце, она навсегда останется с вами. Но сейчас, на данный момент в этой жизни, вы можете любить кого-то, кто сейчас рядом с вами. И кому вы можете подарить эту любовь. Отпустите свою собачку, ей будет гораздо легче, и вам будет гораздо легче. Ее душа полетит наверх, и она будет сидеть на облачке, качать лапками, смотреть на вас сверху и радоваться, что вы не живете в прошлом, а счастливы сейчас и дарите свою любовь кому-то. Спасибо тебе, Молечка, еще раз за то, что ты принесла нам прекрасных детей, чудесных брата и сестру Софи и Эйвана. Берегите своих собак, любите их, и будет вам счастье. Пойдемте. Кто нуждается в счастье сейчас? Кто? 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 Кто?